В 2004 году в Мордовии появился первый олимпийский чемпион по греко-римской борьбе. Алексей Мишин стал гордостью для всей республики, повлияв на огромное количество юных борцов. А ровно через год на решение проблем бедной пенсионерки уже влиял на наш телеканал. Бедная бабушка не могла сделать ремонт труб в квартире. Сантехники просили немалые по тем временам деньги. Но все-таки история закончилась хорошо. А, вы еще и 10 канал вызвали? Я говорю, представь себе, у меня телевизор нет. Вам что, 10 канал будете ставить? Вот и поезд ставят. В том же году желающих помочь другим было много. Например, несколько школ в Саранске занялись изготовлением подарков для других детей. Конечно, не все соглашались игрушки делать, некоторые их покупали, но большинство встретили идею с энтузиазмом. Через год желающих получить бесплатный подарок в виде елки начали усиленно штрафовать и просить исправиться. Оборот незаконно вырубленных в войнах увеличивался и нужно было что-то делать. Тогда лесничество обратилось к гражданам прямым диалогом и попросило покупать елки только на законных условиях. Уважаемые граждане и сельсане, мы обращаемся к вам с такой просьбой. Не портите праздник ни себе, ни нам. Такой красивый праздник один раз в году. Значит, и просим приобретать все это в законном порядке. А еще через год усиленно начали штрафовать уже автолюбителей. Некоторые штрафы выросли в 5-6 раз. Наверное, именно с этого дня все водители начали сильно осторожничать. В тот же год в Саранске состоялся бал, только уже без елки. В Национальном театре Мордовии отмечали день рождения Огарева. Праздник состоялся в стиле 19 века. Милые дамы и юные кавалеры встречали гостей и наполняли театр духом забытой культуры и аристократии. Приятно не только ходить, но и находиться среди таких людей в красивых платьях, но и самим участвовать в этом всем действии. Сразу понимаешь, насколько это ответственно, как важно быть, красиво выглядеть. Сразу вспоминаешь манеры, которые были в 19 веке. Понятно, что спина прямо, вееры, и сударь, и сударыни. Сейчас уже невозможно даже на другой сленг переходить. Еще одним культурным событием запомнился уже 2013 год, когда в Саранск приехал оперный певец Леонид Сметанников. Как оказалось, в городе очень много любителей культуры, ведь все билеты были распроданы. А годом ранее Мордовию посетил еще один популярный певец Алексей Глузин. Оперой даже не пахло, но все места в зале вновь были заняты. Говорят, подпевали даже те, кто никогда не слышал творчества знаменитого артиста. Но не одними певцами был заполнен год. Например, в тот же день состоялась премьера кукольного спектакля «Колобок». Маленькие зрители при помощи кукол увидели любимую сказку вживую. Ровно через год почитатели культуры, которые не могут приехать в Саранск, смогли посетить музей Эрзи в своих городах. Именно тогда работники музея отправились в путешествие по республике, чтобы все желающие, но не имеющие возможности, смогли познакомиться с историей великого скульптора. Вот таким разным был этот день в разные годы. С вами была рубрика «Этот день тому назад». Всем приятных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова